Рапунцель Первое значение Сказка о девушке с очень длинными волосами, которая в средневековье была заточена в высокой башне. Была записана братьями Гримм. Второе значение Главная героиня диснеевского полнометражного мультфильма «Рапунцель. Запутанная история», снятого в 2010 году по мотивам сказки «Братьев Гримм», входит в число диснеевских принцесс. Англоязычное название мультфильма было заменено на «Гендерно-нейтральное танглет», чтобы не отпугивать мужскую часть зрительской аудитории. Материал из Википедии, свободной энциклопедии. Посмотри, где мы. Мы на месте. Кто у нас крепкий парень? Ну? Кто у нас крепкий парень? Я крепкий парень. Ты у нас крепкий парень. Не бейся головой. А теперь давай расслабься, хорошо? Ларри, у нее был ребенок, мужик. У нее был ребенок. Я ничем не могу тебе помочь. Я ведь ранен. Тяжело ранен, Ларри. И без врачебной помощи я умру. Рана нехорошая, да. Ларри, пожалуйста, подержи меня. Да, конечно. Тебе можно бояться. Храбрости сегодня уже показал. Все будет хорошо. Раны в колено и в живот самые болезненные. Но сразу от них не умирают. Да уж, блин. На это требуются дни. Послушай, Ларри. Благослови тебя, Господь, за то, что ты пытаешься сделать. Слушай меня. Ты можешь мечтать о смерти, но будешь жить несколько дней. Время на твоей стороне. Но когда приедет Джо, а он вот-вот подъедет, он тебе поможет, он о тебе позаботится. Окей? Давай подождем Джо. Он тебя мигом соберет. Я окей. Понял? Я немного запаниковал. Но сейчас я собрался. Так точно! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Приветствую вас, дорогие друзья! Вступление немного затянулось, потому предлагаю перейти сразу к 11 выпуску передачи «Читальная изба», который посвящен Диснеевской Рапунцель. И прежде чем перейти непосредственно к литературе по запутанной истории, предлагаю немного поговорить об оригинальной сказке. Итак, оригинальная версия Рапунцель вышла 20 декабря 1812 года в составе первого издания сказок «Пратьев» якобы и Вильгельма Гримм. Ее краткое содержание звучало так. Муж с женой жили возле сада колдуньи по имени Готель. Там рос Рапунцель. Беременная жена сильно хотела салат из него. Тогда муж стал лазить через забор и рвать Рапунцель. Но однажды колдунья застала его. Муж просил о пощаде. Ведьма согласилась. Только если ей отдадут ребенка. Он согласился. Родилась девочка. Колдунья назвала ее Рапунцель. Когда девочке исполнилось 12 лет, мачеха поместила ее в высокую лесную башню. Колдунья приходила через окно по длинным волосам девочки. Однажды, услышав ее пение, проезжающий мимо башни принц влюбился в Рапунцель. Влюбленные придумали план побега. Но мачеха, все узнав, отстригала Рапунцель волосы и выгнала ее из дому. А принца ослепила. Но и слепым он пошел в долину и нашел свою невесту. Та обняла его и заплакала. Слезы вылечили юношу. В королевстве влюбленные обвенчались и имели счастливую жизнь. Как мы видим из литературного первоисточника, Рапунцель стала принцессой, выйдя замуж за принца в конце сказки. Но у Диснея в 2009 году вышел уже мультфильм «Принцесса и лягушка» с аналогичным финалом. Из-за чего в диснеевской адаптации 2010 года Рапунцель сделали принцессой изначально. Любопытно, что в одном из ранних русских изданий сказок братьев Гримм от Адольфа Федоровича Маркса 1901 года, эта сказка в переводе Петра Николаевича Полевого называлась «Колокольчик». Объяснить это можно тем, что есть несколько растений, носящих в народе имя Рапунцель, в том числе и колокольчик Рапунцель, который съедобен. Далее подробнее оригинальной сказки мы касаться не будем, лишь рассмотрим описание двух главных героинь. Собственно, самой Рапунцель и Готель. Пока попрошу запомнить этот факт. Рапунцель выросла настоящей красавицей. У нее были глаза цвета фиалок и роскошные волосы, подобные золотой пряже. Когда девочке исполнилось 12 лет, старуха отвела ее в дремучий лес. Там колдунья закрыла Рапунцель высокой башней без дверей и ступеней, с небольшим оконцем, в единственной комнатушке на самом верху. Только одного человека могла видеть Рапунцель, гадкую ведьму, которая ежедневно навещала девушку. Но в данном варианте хоть какое-то описание внешности главной героини может служить собственной фантазией переводчика, или более поздней редакцией братьев Гримм, ибо только в одном из переводов нашел это описание. А вот более распространенная версия. В колокольчик была прелестнейшая девочка. Когда ей минуло 12 лет, волшебница заключила ее в башню среди леса, и в той башне не было ни двери, ни лестницы, только на самом верху маленькое окошечко. В дальнейшем, при следующих переизданиях еще при жизни братьев, сказка подверглась ряду правок и цензуры. Так, например, в первом издании Готель выгоняла Рапунцель из-за того, что обнаруживала беременность последней от принца. Впоследствии братья Гримм не придумали ничего лучше, чтобы заменить неугодное предложение тем, что Рапунцель сама случайно приговорилась Готель о принце. Рассмотрим, как это было в оригинале, и как впоследствии братья это заменили. Скажи мне, матушка Готель, почему мои вещи стали такими тесными? Они мне больше не впору. Скажите, пожалуйста, госпожа Гошель, отчего это мне гораздо труднее бывает вас поднимать сюда на башню, нежели молодого королевича? Тут в один миг уже и здесь. Что, как мы видим, рождает Кривотолки в восприятии образа Готель. Если она весит больше, чем взрослый мужчина, то должна быть достаточно тучной тетей, из-за чего на некоторых иллюстрациях к сказке ее именно так и изображали. Рассмотрим иллюстрацию из первого иллюстрированного издания сказки от Филиппа Гротт и Огана и Роберта Лейнвебера. А теперь иллюстрацию 1998 года от варшавского издательства Вилга для сравнения. Стоит отметить еще и то, что в некоторых русских переводах, которые не попадались, вообще не называлось имя Готель. И она обозначалась просто как злая ведьма. Уж не знаю, дальнейшие ли это были редакторские правки братьев Гримм, или отечественные переводчики решили, что это в других книжках у других читателей она будет Готель. А в их версии имя ей не нужно вовсе. Итак, 24 ноября 2010 года состоялась премьера юбилейного 50-го полуметражного мультфильма студии Диснея под названием Танклет, что в российском прокате окрестили как Рапунцель запутанная история. Но далеко не все знают, что более чем за два месяца до премьеры на прилавке книжных магазинов 14 сентября 2010 года поступила новолизация этого мультфильма от писательницы Ирэн Тримбл под названием Танклет Джуниор Новелл. Книга дважды переиздавалась на территории России. В первый раз от издательства Игмонт Россия в 2010 году в переводе Натальи Вергелес под названием Рапунцель запутанная история. Давайте рассмотрим аннотацию на обложке этого издания. Обаятельный вор и разбойник Флинн Райдер, за которым охотится вся королевская стража, решает укрыться неприступной башней в чаще леса, где он случайно знакомится с принцессой Рапунцель. Если вы думаете, что самое интересное в ней это 21 метр волшебных золотистых волос, то вы заблуждаетесь. Запертая в башне и отчаянно ищущая приключений Рапунцель решает использовать Флинна в качестве билета в большой мир. Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие вместе с главными героями нового анимационного фильма Дисней Рапунцель. Запутанная история. Книга иллюстрирована самыми эффектными кадрами из фильма. Любопытный факт. Имя автора указано не было, только переводчика. В 2020 году состоялось переиздание этой книги от издательства Эксмо, уже под названием «Принцесса Рапунцель». В этом издании указали имя автора, а перевод был от Тамары Денисовой. Рассмотрим же аннотацию с обложки от второго издания. У Рапунцель есть мечта. Она провела всю свою жизнь башню вместе с матушкой Готель. И теперь на свой 18 день рождения она хочет выйти из башни, чтобы узнать, что за огни загораются в небе каждый год в день ее рождения. Но матушка Готель категорически против. И Рапунцель решается на отчаянный шаг отправиться на поиски огней в компании первого встречного и первого встречного в жизни юноши Флина Райдера. И оба они, и Флинн, и Рапунцель еще не знают, как много сюрпризов их ждет в этом путешествии. Захватывающие приключения, любимые герои, потрясающая история. Все это ждет вас на страницах новой книги для чтения по мотивам мультфильма Рапунцель Дисней. К сожалению, что-то новое или не вошедшее в одноименный мультфильм студии имени Диснея из этой новолизации мы почти не узнаем. А очень часто в новолизациях есть альтернативные или не вошедшие финальную версию сцены. И если посмотреть первый трейлер Рапунцель «Запутанная история», то можно заметить несколько таких сцен, которые отсутствуют в самом мультфильме. И в этой новолизации их тоже нет. Что бросается в глаза, пролог и эпилог не ведутся от лица Флина Райдера. Отсутствуют почти все песни, кроме «Живет мечта». В лучших традициях фильма Квентина Тарантино «Бешеные псы» мы не увидим то, как Флинн Райдер украл корону принцессы Королевства Корона. Нам покажут только последствия. Не знаю, с чем это было связано. То ли с упрощением сюжета с поправкой на возраст, а книга рекомендовалась детям до 6 лет, то ли со своеобразной цензурой. А может быть, изначально эта сцена и не планировалась в сценарии, и была добавлена уже потом. Ибо, как мы знаем, чаще всего новолизации пишутся по окончательному варианту сценария, что совершенно не означает последующую его переписку в процессе съемок. Однако тут прямо говорится, что матушка Готель все же по-своему любила Рапунцель. Попрошу пока запомнить и это. Но счастье короля и королевы было недолгим. Тоже ночью, когда все в королевстве уже спали, Мстительная матушка Готель пробралась в детскую комнату дворца и подошла к колыбели принцессы. Она уже протянула руку к ребенку, как вдруг остановилась. Милые золотые кудряшки-малютки очаровали ее. Завороженная ими, матушка Готель стала мягко поглаживать девочку по волосам, а затем начала тихонько напевать. И точно так же, как она много раз пела цветку, и вдруг волосы девочки засияли, матушка Готель поначалу удивленно, а затем торжествующе смотрела, как разглаживается и молодеет морщинистая кожа на ее руке. Ицеляющая сила золотистого цветка продолжала жить в золотистых волосах маленькой принцессы. Матушка Готель отрезала небольшую прядь и стала разглядывать ее, держа в руке. Она заберет волшебный локон с собой, и он всегда будет при ней. Однако этому не суждено было случиться. На глазах матушки Готель светлые волосы в ее руке стали темно-коричневого цвета. Она взглянула на место, где был связан локон. Там торчала короткая коричневая прядь. Матушка Готель пришла в ярость. Она поняла, что магия работает только тогда, когда она поет и поглаживает волосы принцессы. Без этого волосы бесполезны. Значит, был только один выход. Ей придется выкрасть девочку и до скончания времен скрывать ее от всего остального мира. Матушка Готель обожала Рапунцель. И девочка тоже очень любила ее. Как-никак она была единственным человеком, которого принцесса знала и помнила. Матушка Готель кормила и купала малышку. Она видела, как Рапунцель делает свои первые шаги. И она каждый день пела девочке колыбельной, пока гладила и расчесывала ее волосы. Рапунцель совсем не знала истинной любви своих настоящих родителей. А также, что за три книги, которые, сидя в башне, Рапунцель перечитывала. И то в самом мультфильме их показали мельком. А еще Рапунцель обожала читать. У нее было целых три книжки. И каждую она давным-давно выучила наизусть от корки до корки. Книга в кулинарии помогала ей готовить вкусные блюда. Вторая книга была по геологии, а третья посвящалась ботанике. Последняя книга стала у девушки самой любимой. На еду с великолепными рисунками книга давала Рапунцель необходимые сведения о растениях и цветах, характерных для местности вне башни. Тем не менее, с поправкой на целевую аудиторию, это вполне себе добротная книга, хорошо и талантливо написанная. Которую я могу рекомендовать всем без исключения поклонникам оригинального мультфильма или вашим детям. К сожалению, какой-то информации об Эрин Тримбл, кроме библиографии и того, что она проживает в городе Такома, США, штат Вашингтон, мне не удалось найти даже в западных интернетах. Однако не я один столкнулся с подобной проблемой. Среди ее работ, как автора новализатора, есть Балли, Храброе сердце, Вольт, Принцесса и лягушка, Университет монстров, Ральф, Тачки 2, Пираты Карибского моря, Проклятие черной жемчужины, Пираты Карибского моря, Сундук мертвеца и много чего еще. Про Рапунцель Тримбл написала как минимум два небольших рассказа в составе сборников про диснеевских принцесс за ее авторством со своими оригинальными сюжетами Snow Princess 2012 года и Winter Fun for Everyone 2015. А от себя хочу добавить фразу, которой я вдохновился благодаря Станиславу Зелинскому. Ирен Тримбл – это как Аллен Дин Фостер от Мира детской книги. Стоит отметить книжки для детей детсадовского возраста для чтения родителей детям со своими оригинальными сюжетами. На русском языке мне удалось обнаружить три таких книги. Первая – Принцесса Дисней. Волшебная коллекция, в которой был рассказ про Рапунцель «Зимняя сказка». Изданный издательством «Эгмонд» в 2016 году. Кто автор этого произведения, а самое главное, как этот рассказ назывался в оригинале – очень хороший вопрос. Ибо по своей старой доброй традиции издательство «Эгмонд» не указали имя автора, а еще в довесок не написали оригинальное английское название сего произведения. Если кто из вас знает, дорогие друзья, откуда был взят этот рассказ, кто его автор и как он назывался в оригинале, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Действие же самого рассказа происходит после событий оригинального мультфильма «Рапунцель. Запутанная история». В Королевстве Корона приближается празднование Рождества, и все жители готовятся отмечать этот праздник, кроме Рапунцель. Она убеждена, что Рождество отмечают как в мультфильме Тима Бертона «Кошмар перед Рождеством», со всеми вытекающими последствиями. Ибо так ей с детских лет внушала матушка Готель. Флинн Райдер. Да, в этом рассказе у нас именно Флинн, а не Юджин Фицерберт, как зовут его на самом деле. Решает показать Рапунцель истинный смысл Рождества. Достаточно милая история, но слишком детская. Задумывает черные дела, на небе ухмыляется луна! Второй такой рассказ из «Мною найденных» опять же издавался издательством «Игмонд» и выходил уже в 2019 году в составе сборника «Принцесса Дисней. Нескучные истории». А назывался он «Пропавшая корона» и написала его Ребекка Эл Шмидт. Откуда я это узнал, объясню уже в процессе разбора третьего рассказа. А пока поговорим о сюжете. События опять же происходят после оригинального мультфильма. Флина Райдера, да, тут он опять Флинн, арестовывают королевские гвардейцы за то, что он якобы вновь украл корону принцессы. Рапунцель понимает, что что-то в этой истории нечисто, и Райдера скорее всего подставили. Вместе с разбойниками из таверны «Сладкий утенок» она пытается расследовать этот инцидент. Собственно, все, что я могу сказать по поводу этого рассказа. А на «Сладкое» я оставил третий рассказ, который называется «Самый сладкий день». Издавался он в этот раз издательством «Лев», уже как отдельная книжка из серии «Сказки малышки» в 2019 году. Самое, что интересно, «Лев» по аналогии издательства «Эгмонд» не написал имя автора, зато оригинальное английское название самого рассказа. Собственно, почему мне и удалось установить имя автора – Британи Кандау. И вот занимательный факт, что предыдущий рассказ «Пропавшая корона», что «Этот самый сладкий день» входили в состав сборника «Disney Princess Storybook Collection», выпущенного 29 сентября 2015 года в США. Там было по два рассказа на каждую диснеевскую принцессу на тот момент. Не знаю, переиздавались ли они потом раздельно или в других странах их издавали по частям, но в России они вышли именно в таком виде. События самого рассказа «Самый сладкий день» происходят еще во время оригинального мультфильма. Рапунцель и Райдер, что-то во всех рассказах он Флинн, а не Юджин, приходят на городской рынок короны, где помогают пекарше испечь кексы из яблочного пюре. При этом Флинн покупает все ингредиенты, что очень мило и на чем акцентируется внимание. Да, похожая сцена была и в самом мультфильме, где он на рынке купил флажок для Рапунцель с эмблемой королевства короны. Именно купил, а не украл. Но в этом рассказе аналогичная сцена особенно подчеркнута. По моему скромному мнению, самый интересный рассказ из всех трех мною найденных. Возможно, опять же подчеркиваю, что возможно, самый сладкий день – это эпизод, не попавший в итоговый мультфильм. Точно сказать не могу, тем более, что на официальном DVD издании мультфильма, кроме двух альтернативных вариантов пролога, нету больше никаких материалов по удаленным сценам. И это обидно, ибо в других диснеевских мультфильмах всегда куча дополнительных материалов. И в завершении темы литературы по запутанной истории, хотелось сказать пару слов о комикс-адаптации этого мультфильма. Выпускало его издательство Dark Horses Comics, а написал его Александро Феррари, о котором мы еще сегодня поговорим. В России его выпустило издательство Черный Кот, и что странно, издание не содержит вообще никакой информации о тираже, копирайтах и прочих вещах. Собственно, каких-то глобальных отличий от оригинального мультфильма комикс себе не несет, кроме того, что у Готель были кари и глаза, а не серые. Вот, собственно, и все, что мне удалось обнаружить про Кунцель «Запутанная история» на русском языке. На этом моменте мы закончим с оригинальным мультфильмом и перейдем к мультсериалу. Я служил всего 8 месяцев. Мне ничего не говорят. Можешь меня пытать. Пытать? Это хорошая, хорошая мысль. Как это не удивительно, но по мультсериалу о Рапунцеле выходили новолизации. Касались они серий первого сезона, по мнению многих, включая и меня, самого лучшего и успешного во всем сериале. Стоит отметить такую книгу, как «Before ever after», она же «до и после», или как у нас назвали пилот мультсериала «Рапунцель. Дорога к мечте» за авторством Стейши Дойч. Для тех, кто не в курсе, что такое пилот, в телевизионном плане поясняет Джулс Уинфилд. Ну так вот, прежде чем начать делать сериал, снимают одну серию. Вот она и называется «Пилот». Потом они показывают пилот людям, которые смотрят сериалы, и если пилот этим людям нравится, тогда решают продолжать сериал. Те пилоты, которые выбирают, становятся телевизионными сериалами. Также выходила еще новолизация «Queen for a Day», «Королева на день», 16 серия первого сезона, и «Rapunzel's World». Видимо, своеобразный гайд по миру мультсериала. Кто автор последних двух произведений, мне неведомо. Содержали ли первые две книги только вышеназванные эпизоды мультсериала, или к ним в довесок шли еще новолизации каких-нибудь серий, я не в курсе. Но как бы там ни было, на русском языке эти книги не выходили. А вот серия «Tales of Rapunzel» из четырех книг за авторством Кэти МакКаллоу вполне себе издавалась у нас издательством Exmo в 2018 году под названием «Disney Rapunzel. Новые истории». В каждой книге было по две серии. Так, в первой из них «Магия волос» содержались новолизации. «Откуда эти волосы» — первая серия первого сезона. И «Великая научная выставка» — восьмая серия первого сезона. Вторая книга «Секрет добрых дел» содержала новолизации. «Кассандра против Юджина» — пятая серия первого сезона. И «С ловкостью Флина» — седьмая серия первого сезона. В третью книгу «Как найти друга» вошли новолизации. «Недруг Максимуса» — четырнадцатая серия первого сезона. И «История Паскаля» — одиннадцатая серия первого сезона. А в четвертую в поисках «Солнечной капли» вошли новолизации в поисках «Верена» — девятнадцатая серия первого сезона. И «Возвращение Алхимика» — двадцатая и двадцатая серии первого сезона. То есть выходит, что все значимые для сюжета эпизоды, и не только они, получили свои книжные адаптации. Из достоинств серии «Дисней Рапунцель. Новые истории» могу отметить, что в книгах Кэти МакКаллоу вкратце пересказывались события важных для основного сюжета эпизодов, которые были новолизированы не ей. Так, например, в «Откуда эти волосы» вначале пересказывались события «Рапунцель. Дорога к мечте» или в «Поисках Верена» описывались события «Королева на день». Так что нить повествования для читателя не будет потеряна. Но почему-то эти книги подверглись достаточно сильной цензуре. При том, что рекомендуемый возраст этих книг такой же, как и у новолизации мультфильма «Атериан Тримбл», то есть от шести лет. И сейчас я говорю не про упрощение и не про сокращение сюжета, хотя и это тут имело место. Особенно в этом вопросе пострадало произведение «Возвращение алхимика», где были вырезаны целые сюжетные куски, а про минимизацию насилия, хотя, казалось бы, в мультсериале его нет от слова совсем, и вымарывание любого религиозного упоминания. Приведу два конкретных примера. Так, в оригинальной серии «Откуда эти волосы» Кассандра говорит следующее. Но если кто-нибудь узнает, какую роль сыграла я во всей этой заварухе, помогла тебе покинуть замок. Меня отправят в монастырь, ты понимаешь, в монастырь! А вот как эта сцена описана в книге у МакКаллоу. Все равно нельзя говорить об этом, наставила Кассандра. Если твой отец узнает, что я помогла тебе сбежать из замка, он выгонит меня из своего королевства. И это не один случай. Так, во сне коня Максимуса в произведении «Недруг Максимуса» из книги «Как найти друга» вместо священника упоминается министр. И такого в этих книгах много. А вот по поводу цензуры насилия могу привести такой пример. Все, наверное, помнят, что в оригинальной серии «Возвращение алхимика» Рапунцель и Вериан вместе со своими питомцами, хамелеоном Паскалем и енотом Рудигером исследуют катакомбы под королевским замком, что является прямой отсылкой к оригинальной трилогии похождения бравого археолога Индиана Джонса. Так вот, в этой серии был такой эпизод, когда Рапунцель и Вериан случайно активируют ловушку, и на них начинают сдвигаться стены, что является своеобразной отсылкой на художественный фильм Стивена Спилберга по сюжету Джорджа Лукаса «Индиана Джонс и храм судьбы» 1984 года выпуска. И по аналогии с оригинальным фильмом, Рапунцель находит чью-то кость, не исключено, что человеческую, и просит своего ручного хамелеона Паскаля заткнуть ею механизм ловушки. И, собственно, как этот же эпизод, описан у МакКаллоу. Ловушка сработала. Рапунцель и Вериан изо всех сил принялись толкать движущиеся стены, надеясь остановить их. Но все безрезультатно. «Наши сейчас расплющат!» – закричал Вериан. Лихорадочно озираясь в поисках какого-нибудь выхода, Рапунцель заметила маленькое отверстие в потолке. В том углу, где движущаяся стена, смыкалась неожиданно возникшей. «Ты сможешь туда пролезть?» – спросила она Паскаля, указывая на отверстие. «Если тебе удастся отыскать механизм, который двигает эти стены, может быть, ты сумеешь его отключить». Ей ужасно не хотелось подвергать своего маленького друга опасности. Но если он не справится, они все погибнут. Паскаль, собравшись силами, устремился вверх по стене и скользнул в отверстие, за которым оказалась какая-то страшная лизгающая машина с тремя рычагами. Подобравшись к ним по свисающему канату, Паскаль схватился за первый рычаг. «Сделай же что-нибудь!» – донесся до хамелеона отчаянный крик Вериана. Паскаль напряг все свои силенки и дернул за рычаг. Раздался звонкий щелчок, и шестеренки закрутились с удвоенной скоростью. «Нет, что-то другое!» – снова завопил Вериан. Стены гигантской ловушки продолжали съезжаться, и вскоре зажатые между ними Рапунцель, Вериан и Рудигер уже не могли пошевелиться. Когда они решили, что их уже вот-вот раздавит лепешку, стены вдруг остановились. Шестеренки лязгнули и завертелись в обратную сторону. Стены медленно разъехались. «Молодец! Ты справился!» – радостно крикнула Рапунцель Паскалю. Вериан с белым как мел лицом резко согнулся. «Лучше отойди в сторону!» – выдохнул он. «Кажется, меня сейчас тошнит!» Однако, стоит отметить, что данные книги при всех своих сокращениях, упрощениях и цензуре написаны достаточно профессионально. И в принципе то, что я сказал ранее – единственные их недостатки. Но боюсь, даже поклонникам мультсериала они не расскажут ничего нового. Так что целесообразность их прочтения, как и приобретения, достаточно сомнительная, на мой взгляд. Тем не менее, если у вас есть дети, которые любят данный мультсериал и вас беспокоит насилие или религиозная пропаганда в детских книжках, то книжная серия Дисней Рапунцель «Новые истории» от Кэти МакКаллу – однозначно ваш выбор. Самой интересной книгой из этих четырех я считаю «Магию волос». Вот как автор описывает Вериана. Он оказался совсем не похож на колдунов, о которых Рапунцель читала в книгах. Испуганно, сглотнув, она собралась с мужеством и улыбнулась ему своей самой дружелюбной улыбкой. «Простите, что потревожила вас, господин колдун», – сказала она. «Мы всего лишь хотели расспросить вас о моих волосах, раз уж вы лучше всех разбираетесь в магии в нашем королевстве». «В магии?» – проявил Вериан. «Я не имею дела с магией!» Он сдернул с лица маску и оказался щуплым подростком лет четырнадцати, со склоченными темно-русыми волосами, россыпью веснушек на носу и неловкой, кривоватой улыбкой. Кассандра и Рапунцель ошламленно уставились на него. Вериан оказался вовсе не грозным колдуном, а всего лишь мальчишкой. А теперь я предлагаю вернуться к теме комиксов. Дело все в том, что издательство IDW с 2017 по 2019 годы выпускали линейку графических новелл по мотивам мультсериала о Рапунцель. Комиксы включали в себя как адаптации серий, так и свои оригинальные истории, дополняющие мультсериал. Отдельно хочется высказать свое почтение авторам данных графических новелл, ибо их собственные сюжеты были выше всяких похвал. Создается такое впечатление, что авторы этих комиксов, в отличие от создателей мультсериала, четко понимали, как и что надо делать. Собственно, на русском языке я нашел два таких комикса. Первый называется «Приключения Рапунцель. День дружбы». В оригинале «The Friendship Mix Up» «Disney Tangled The Series» за авторством Джимми Гаундли. И выходил этот комикс от издательства AST в 2018 году. А теперь почитаем аннотацию самого комикса. В этом комиксе есть все. Дружба, приключения, торт. Давным-давно, в один чудесный день в Королевстве Корона, принцесса Рапунцель обнаружила, что ее лучшие друзья Юджин и Кассандра в очередной раз недовольны друг другом и спорят. И Рапунцель решает устроить в городе праздник. Песни, танцы, подарки, что может быть лучше. Но тут в планы вмешивается коварный мошенник. Какие же приключения ожидают наших друзей? Что тут можно добавить? Во-первых, достаточно в легкой, забавной и остроумной форме нам показали, как устроен бюрократический аппарат Королевства Корона, что не смог за все три сезона сделать мультсериал. Во-вторых, нам показали судьбу мошенника Лже Джованни, который был эпизодическим персонажем мультсериала и запомнился отечественным зрителям из-за одного своего высказывания в адрес Юджина. Ах, дефиценте! Смотри, куда идусь! А настоящее имя этого мошенника Дэйл. Слушай внимательно, Лже Джованни. Я Дэйл. Мне не важно, что вы... Дэйл? Правда? Ты не похож на Дэйла? Хорошо, Дэйл. Как-то вообще не звучит. И в-третьих, этот комикс будет получше многих филерных серий самого мультсериала. Его я могу, опять же, рекомендовать всем, особенно фанатам мультсериала, да и просто любителям комиксов, ибо считаю, что он того стоит, даже если вы равнодушны к самой Рапунцель. А второй комикс, изданный на русском языке и найденный мною, выходил в рамках журнала «Мир принцесс» от издательства «Лев». Это такой журнал, посвященный диснеевским принцессам для девочек, видимо, дошкольного возраста. Были у этого журнала спецвыпуски, и несколько из них были посвящены мультсериалу о Рапунцель. Мне, конечно, очень хотелось бы заполучить спецвыпуск номер 4 за 2021 год, поскольку там была статья про книги о Рапунцель или интервью с авторами. Не знаю, были ли в этих спецвыпусках комиксы, но спецвыпуск номер 1 за 2021 год он есть. Откуда я это знаю? Ну, потому что я его купил. Сам выпуск почти полностью посвящен Кассандре, но что очень забавно, в комиксе, идущем в этом номере... Готовы? Кассандре нет. Так вот, данная графическая новелла называется «Приглашение на балл» в оригинале «The Los Letters» за авторством уже известного нам Александро Феррари. Сам комикс рассказывает нам о том, как почтальон Короны уволился из-за того, что его доставали местные собаки. Рапунцель не придумывает ничего лучше, чем самой устроиться работать почтальоном, объясняя это своему отцу королю Фредерику тем, что таким способом она лучше познакомится с жителями своего королевства. А надо признаться, что королевство действительно очень маленькое. Также Рапунцель обожает все местные собаки, что становится для короля решающим доводом. Но в качестве почтальона Рапунцель работает в лучших традициях почты России. И не из-за того, что у нее не было велосипеда. При этом умудряется перепутать письма. И приглашение на балл случайно получает один из завсегдатых таверны сладкий утенок. А именно Большой Нос. Рапунцель не хочет его расстраивать тем, что это была ошибка, ибо Большой Нос всегда мечтал побывать на балу. И вместе с Юджином учат его хорошим манерам. Достаточно забавная и милая история. Опять же, получше многих серий мультсериала. Интересно, если бы Квентин Тарантино экранизировал этот эпизод, позвал бы он на роль почтальона Кевина Костнера. О, Хуга, какой карьерный взлет. Ты смотри, Оверштурмфюрер. С твоим-то паршивым послужным списком. Выдающийся случай. Существуют книги со своим сюжетом по мотивам диснеевской Рапунцель. Так, например, в этом году вышла книга-приквел про юность Флинна Райдера, он же Юджин Фитцерберт под названием «Lost Legend – The Rise of Flynn Rider». Перевести название ее можно как «Утраченные легенды – восхождение Флинна Райдера». А автор всего произведения – Джен Каланита. Вторая книга, опять же, вышедшая в этом году по Рапунцель, представляет собой альтернативный сюжет мультфильма. Называется она «What once was mine – A twisted tale hardcover», что можно перевести с учетом издания книг этой серии в России, как «Что так желанно мне – другая история Рапунцель». А написала ее Лиз Брасвелл. Анотация выглядит у всего произведения так. Что если мать Рапунцель выпила зелье не из того цветка? Отчаявшись спасти жизнь своей королевы и ее будущего ребенка, подданные короны ищут исцеляющий цветок, чтобы вылечить ее. Но вместо этого по ошибке находят мерцающий цветок с лунной силой. Тем не менее, он исцеляет королеву и она рождает здоровую девочку серебристыми, как луна, волосами. Получая при этом опасные магические силы, способность причинять боль, а не исцелять. Ради ее безопасности и безопасности королевства, Рапунцель заперта в башне и отдана под опеку могущественной матушке Готель. В 18 лет Рапунцель остается в запертии, зная, что она должна защищать других от своих волшебных волос. Но когда она покидает единственный дом, желая увидеть фонарики, которые появляются только в день ее рождения, она встречается с двумя ворами. Мошенником в бегах Флинном Райдером и девушкой по имени Джина, с которыми отправляется в путешествие по всей короне. Прежде чем она может достичь своего счастья, Рапунцель узнает, что в ее истории и ее волшебных волосах скрыто нечто большее, чем она думала. Издадут ли эти книги на русском языке? Будем на это надеяться. А у меня по этому поводу явно прибавятся работы. Нужно будет снять второй тематический выпуск про диснеевскую Рапунцель в рамках проекта «Читальная изба». Но, как вы видели из названия данной части, посвящена она будет совсем другой книге. И это произведение издавалось на русском языке. Да, я говорю про книгу от Сирены Валентина под названием «Mother Knob Best – A Tale of the Old Witch», или, как у нас адаптировали название, «Матушка Готель – История Старой Ведьмы». С ее произведение входит в книжный цикл, выходящий еще с 2009 года, под названием «Виллианс», посвященный диснеевским злодеям, которые у нас адаптировали, как злодеи Дисней, нерассказанные истории. Автором всех произведений этого цикла является Валентина. На Западе книга вышла 7 августа 2018 года, а на русском языке была издана в 2021 году издательством «Эксмо» в переводе Марины Мещеряковой. Стоит сразу оговориться, что данное произведение не только игнорирует события мультсериала «Рапунцель. Новая история», но и показывает альтернативное развитие событий самого мультфильма «Рапунцель. Запутанная история», поясняю для тех, кто не понял. Тут показано совсем другое развитие событий, а не взгляд на ситуацию с точки зрения матушки Готель. И у книги достаточно взрослый возрастной рейтинг – о 12 лет. Что ж, поскольку эта книга со своим оригинальным сюжетом, вкратце расскажу его завязку. Все начинается с того, что молодая ведьма Готель уединенно и изолировано живет со своей матерью Манни и двумя сестрами Хейзел и Прим Роуз в чаще заколдованного Мертвого леса, прямо напротив кладбища, а это значит, что у них всегда есть свежие цветы и что-нибудь к чаю. Манни по своей профессии работает королевой мертвых и может повелевать целой армией скелетов с того самого кладбища, а также содержит небольшую оранжерею, в которой выращивает рапунцели. Однажды жители близлежайшей деревни отказались хранить своих покойников на кладбище в Мертвом лесу, тем самым пополняя новыми рекрутами армию тьмы Манни и нарушая древние соглашения с ведьмами леса. Королеве Мертвых не нравится такой расклад, и она посылает своих мертвецов с карательными действиями в деревню, несмотря на протесты своих дочерей. Потом Манни пытается заставить Готель, Хейзел и Прим Роуз участвовать в ритуальных жертвоприношениях детей из этой деревни, которых скелеты привели в Мертвый лес. Позже, на обряде инициации, когда сестры должны были смешать свою кровь с кровью своей матери для овладевания Черной Магией, из-за отказа Прим Роуз, Манни пытается убить ее и Хейзер. Готель ступается за сестер и сжигает оранжерею вместе со своей матерью. Перед своей смертью Королева Мертвых просит Готель спасти хотя бы один рапунцель. Как позже выясняется, убийство дочерьми собственных матерей у них в семье своеобразная традиция. Та же Манни в свое время убила собственную мать. Готель получает возможность командовать армией покойников и становится новой Королевой Мертвых, продолжая жить в Мертвом лесу вместе со своими сестрами. Пока однажды к ним в гости не заглядывают три злых сестры – Люсинда, Руби и Марта. Они просят у Готель разрешения ознакомиться с библиотекой ее покойной матери Манни, взамен обещая научить Готель всему, что знают сами. Но во время пребывания злых сестер в Мертвом лесу резко заболевают и впоследствии умирают Хейзел и Прим Роуз. Готель находит в бумагах своей матери текст заклинания, которое надо петь волшебному цветку, спасенному ей из горящей оранжереи, чтобы излечить своих сестер. Текст этот был такой «Солнце яркий луч, путь найди во мгле, я прошу верни, что так желанно мне, рано исцели, жизни свет пролей, я прошу верни, что так желанно мне, желанно мне». Однако, несмотря на все свои старания, Готель не удается воскресить своих сестер, разве что на несколько секунд вернуть их к жизни. Далее по сюжету проходит достаточно много времени, может несколько лет, а то даже и столетий. В этой книге временные рамки очень размыты, тем более время в мертвом лесу, а особенно в компании с толстяком, летит незаметно. Весь этот период Готель сохраняла свою молодость и долголетие только благодаря волшебному цветку. Однажды в мертвый лес вторгаются королевские гвардейцы Королевства Корона в поисках волшебного цветка, и Готель срочно приходится все бросить и, забрав тела своих сестер, переехать в другое место. Поселившись, видимо, где-то в окрестностях Королевства Корона, в отдельном доме, где ей помогают обжиться злые сестры. Они же нанимают для Готель кухарку мисс Тиддлботом, представившись ей как гробные сестры хозяйки дома. При этом злые сестры помещают гробы с телами Хейзел и Примроуз в подвал, ключ от которого отдают Готель. Тем не менее, позже Готель начинает небезосновательно подозревать злых сестер в махинациях за своей спиной, что заканчивается крупной ссорой. Вскоре после этого события в дом приходят королевские гвардейцы и изымают цветок. Разумеется, Готель не может так просто этого оставить и отправляется в Королевский замок, откуда возвращается через несколько недель с ребенком на руках. Мисс Тиддлботом сразу понимает, что она принесла к ним домой новорожденную принцессу. На все вопросы и возражения кухарки Готель заявляет, что могла вообще совершить совершенно ужасные вещи с королевством и королевской семьей за то, что они забрали ее цветок и уничтожили ее дом в мертвом лесу. Мисс Тиддлботом становится соучастницей по преступлению Готель и нанимает кормилицу для Рапунцель некую мисс Пикл. Кормилица кухарка сказала, что девочка незаконно рожденная племянница Готель. Восемь лет спустя, во время празднования дня рождения Рапунцель, Готель и злые сестры, с которыми она уже успела помириться, пытаются совершить при помощи юной принцессы ритуал воскрешения Хейзел и Прим Роуз в подвале. Эту сцену случайно увидели мисс Тиддлботом и миссис Пикл. Сейчас вы услышите фрагмент из книги, что последовало за этим. «Посмотри, что ты надела! Ну и дура же ты! Ты все испортила! Что ты сделала с Рапунцель?» – завопила миссис Тиддлботом. Люсинда махнула рукой в сторону женщины, отчего та отлетела назад и врезалась в полку, заваленную книгами и стеклянными бутылочками, которые посыпались на бедную миссис Ти, потерявшую сознание. Готель заслонила женщину с собой. «Нет, Люсинда, не надо! Не делай ей больно!» Люсинда бросила на Готель странный взгляд. «Почему нет, сестра? Она разрушила наши чары! Она заслуживает смерти!» «Я хочу, чтобы она жила! Она мне нужна!» – заявила девушка, глядя на молодое лицо миссис Тиддлботом, уже не испорчена глубокими морщинами. «А что насчет этой?» – спросила Люсинда, указывая на миссис Пикл, которая сидела и плакала, обхватив колени. «О, ее ты можешь убить!» – махнула рукой Готель. «Мне нет до нее дела!» – «Очень хорошо!» – рассмеялась Люсинда. «Сестры, вы же слышали Готель! Позаботьтесь об этой простушке, а я пока сотру память миссис Тиддлботом!» После чего было решено стереть память Рапунцель и перевести ее в башню, где она и находилась до начала событий мультфильма, что отсылает нас к литературному первоисточнику в виде оригинальной сказки «Братьев Гримм». Тут я пересказ сюжета, пожалуй, закончу, а то мало ли кто-то захочет эту книгу все же прочитать и перейду к обсуждению самого произведения. С чего бы хотелось начать? Во-первых, сама книга напоминает далеко не лучший фанфик, и такое ощущение меня преследовало почти на протяжении всего романа. В новолизациях от Эрин Тримбл и Кэти МакКаллоу такой проблемы я не наблюдал, хотя и понимаю, что данное сравнение не совсем корректно, ибо у Валентина книга со своим сюжетом, но по поводу этого мы поговорим в следующей части. Во-вторых, в истории Старой Ведьмы полно не то что сюжетных дыр, а я бы сказал даже сюжетных ям. Я понимаю, что это целый цикл злодея Диснея нерассказанной истории, книги которого между собой связаны, и лучше прочитать их все для лучшего понимания авторского замысла, ибо это своеобразный кроссовер между персонажами таких мультфильмов, как Золушка, Русалочка, Спящая Красавица и остальных. В истории Старой Ведьмы, например, присутствует как персонаж Белоснежка, пускай и эпизодический, а также упоминается Малефисента, но как отдельное самодостаточное литературное произведение, оно не выдерживает никакой критики. Тем более в книге этого цикла под названием «Злые сестры. История трех ведьм», посвященной злым сестрам Люсинди, Руби и Марти, есть отчасти продолжение сюжета «Истории Старой Ведьмы», а также как связаны между собой все остальные королевства и диснейские персонажи серии. Книга проясняет некоторые непонятные моменты из «Истории Старой Ведьмы», но при этом автор, проясняя какой-нибудь подобный эпизод, умудряется создать много новых нестыковок. Многие люди, кто смотрел мультфильм «Рапунцель. Запутанная история», задавались вопросами, вроде таких, почему Рапунцель знала дату своего рождения, или имя Рапунцель дала ей Готель, а может, ее родители. Сирена Валентина отвечает на них в своей книге «История Старой Ведьмы». Как пример, рассмотрим эпизод из книги про имя Рапунцель. «А как нам ее называть?» «Рапунцель», — сказала Готель, и, оставив старуху и ребенка, спустилась в подвал, даже не оглянувшись. Всю суть книг цикла «Злодеи Диснея. Нерассказанные истории» можно описать строчками за авторством Глеба Рудольфовича Самойлова из песни группы Агата Кристи «Насилие». Это плачет Белоснежка, вот оно пришло. Все, что только снилось, очень глубоко. Плачет Белоснежка, стонет Белоснежка и, сама не замечая, странно улыбается себе, слезы горькие глотая, впитывая в кровь насилие. А также, судя по всему, Сирена Валентину — большая поклонница творчества писателя Говарда Филлипса Лавкрафта. Это видно и по стилю книги «История старей ведьмы» и по некоторым отсылкам к его произведениям, например, «Наследство Пибоди». Про Лавкрафта я могу сказать следующее. А еще смотрел Диснея, по Лавкрафту тоже снятый. Я пугался очень сильно, хоть смотрел его раз пятый. И тревожный ветер ада по душе моей промчался. Замечательный писатель, жаль, что только он скончался. Так кому же я могу рекомендовать эту книгу к прочтению? Скорее всем тем, кто пишет фанфики по Рапунцель. Ибо в книге есть много интересных мест, однако хромает реализация. Поймите меня правильно, я не против более мрачного и жесткого стиля Валентину. Я также не против альтернативного сюжета, но подкачала подача материала и мастерство автора. Тем более, юным читателям книга покажется слишком страшной из-за творящейся там жести. А более зрелым история старей ведьмы может показаться слишком скучной, с кучей проблем в повествовании. Уже не говоря о том, что книга не канон. Всем остальным я рекомендую почитать того же Лавкрафта, ибо он это заслужил. Ну и в завершении обсуждения истории старей ведьмы хотелось высказать уже сугубо мою личную претензию к данной книге. Дело все в том, что берясь за это произведение, я ожидал раскрытия неоднозначности Готель как персонажа. Но в истории старей ведьмы она всего лишь злодей с причиной. Конечно же, тут Сирена Валентина показала падение Готель из относительно нейтрального персонажа до совершенно ужасного злодея. Но мне хотелось нечто большего. В оригинальном мультфильме было показано ее неоднозначное отношение к Рапунцель. И в новолизации от Эрен Тримбл это четко подчеркивалось, как вы уже могли убедиться. Но в истории старей ведьмы Готель относится к Рапунцель совершенно ужасно. Жаль, что в мультсериале из нее сделали совершенно отвратительную злодейку. Да и книга «Валентино» недалеко в этом плане ушла. Подробнее я не буду об этом больше рассказывать, ибо видео тогда растянется на еще больший хронометраж. Скажу лишь, что не понимаю тенденцию Диснея обелять одних злодеев, вроде Малефисенты или Круэллы, а ту же Готель, где была возможность не то чтобы оправдать, но хотя бы показать ее с иной стороны, из нее делают полностью мерзотного персонажа. Если кому интересно, можете посмотреть видео с канала «Психология кино», в котором психолог Виктория Яковенко разбирает мультфильм «Рапунцель. Запутанная история». Не во всем с ней согласен, но очень много интересных мыслей и идей в этом обзоре было высказано. А также прочитать статью «Матушка Готель, матушка», ссылка будет под видео. Пускай автор Дэйна Тейлс считает свою статью незрелой, но на протяжении уже более пяти лет люди пишут к ней комментарии, так что рекомендую ознакомиться и с ними, тем более ваш покорный слуга умудрился отметиться и там. Ну а мы идем дальше. Я скажу тебе, что теперь насчет тебя и меня. Больше нет ни тебя, ни меня. Нет их больше. Два условия. Об этом никому ни слова. Второе. Ты сегодня же исчезнешь из города. Сейчас же. Ты потерял все привилегии в Лос-Анджелесе. Договорились? Договорились. Вали отсюда. Казалось бы, мы прошлись по всем основным книгам, изданным на русском языке. Однако было два произведения по мотивам мультсериала автором которых была Лейла Хоулэнд. У нас в стране они не издавались, но про них обязательно стоит упомянуть. Первая книга называлась «Рапунзел and the Lost Lagoon», что можно перевести как «Рапунцель и затерянная лагуна». Вышла она 5 сентября 2017 года. Данное произведение является прямым продолжением оригинального мультфильма «Рапунцель. Запутанная история» и представляет из себя связующее звено между мультфильмом и мультсериалом «Рапунцель. Новая история». Сама книга показывает первые полгода жизни Рапунцель в качестве принцессы Королевства Корона, а также рассказывает историю ее знакомства с Кассандрой. Вторая книга называлась «Рапунзел and the Banishing Village», что можно перевести как «Рапунцель и исчезающая деревня». Само произведение является в своем роде уникальной книгой, чуть ли не единственной по мотиву второго сезона мультсериала. Вышла она 5 июня 2018 года. С ее произведения рассказывает, как Рапунцель и ее друзья во время своего путешествия за пределы Королевства Корона по следам из черных камней останавливаются в деревне Хармони Гленн, родину романов о Флине Райдере, что примечательно, у обоих книг рейтинг от 8 лет. Про «Затерянную лагуну» хочется поговорить отдельно, ибо есть ее неофициальный перевод на русский язык от Амалии Мун и Доры Хан. Что интересно, повествование в этой книге ведется от лица главной героини. Нечетные главы за Рапунцель, отчетные за Кассандру. Поскольку неофициальный перевод временно заморожен, а переводчицы перевели около 2 трети книги, мы подробно рассмотрим, что есть. Сюжет у «Затерянной лагуны» такой. Рапунцель начинает жить в Королевском замке, и ее отец, король Фредерик, очень боится, что его дочь могут опять похитить, и из-за этого представляет к ней усиленную охрану, следующую за принцессой Папитан. Однако Рапунцель испытывает дефицит общения, ибо Юджин обживается в Королевском замке и не может постоянно уделять ей много времени, а остальная прислуга как-то сторонится принцессу и предпочитает сугубо деловые отношения с ней. А еще королева Арианна все твердит Рапунцель, что ей нужно найти себе фрейлину. И вот однажды, видимо 2 августа, в жаркий летний день, принцесса предложила своим телохранителям-гвардейцам освежиться в садовом фонтане. Тем временем Рапунцель залезла на дерево, чтобы порисовать, и увидела Кассандру, тренирующуюся во дворе. Когда девушка увидела, что Рапунцель ее заметила, Кассандра убежала. При этом, сама она в тот момент была такого мнения о Рапунцель. Так и было с тех пор, как принцесса вернулась. Все силы были сосредоточены на каждом движении Рапунцель. Даже если она просто ела кексы и загадывала желание на одуванчиках. Неужели король считает, что соседние народы, Антипы или Дионды, еще хуже не заметят, что охрана наших границ ненадежна, что наша армия переброшена на защиту сладкоежки, неравнодушной к известным сорнякам? Если было время атаковать корону, оно было сейчас. Неужели принцесса уже не маленькая девочка, несмотря на то, как все с ней себя вели? Действительно, так наивно! Разве она не понимает опасности, которые подвергает королевство? Рапунцель узнает от королевы Арианны, что девушку, которую она видела в саду, зовут Кассандра, и она дочь капитана королевской гвардии. После разговора с Рапунцель, королева и капитан решают сделать Кассандру фрейлиной принцессой, не спросив саму Кассандру, хочет ли она этого, и, разумеется, она очень этому не рада. Сама Кассандра хочет вступить в королевскую гвардию, но ее отец под разными предлогами препятствует этому. А тем временем Юджин приводит Рапунцель в королевскую библиотеку. Библиотека оказала всеедине моего списка достопримечательностей, которые нужно тебе показать. После бальных залов, садов и купалин, но до кладовок и прачечных. В любом случае, ты сюда дошла? Верно? Спросил Юджин. Ну как? Я еще немного вырос в твоих глазах. Да, сказала я, прижимая руки к груди. На миллион! Я даже не знаю, с чего начать. Ты можешь отнести эти книги в свою комнату, если хочешь. Правда? Спросила я, глядя на плотно заставленные полки вокруг. Открой окно, сказал Юджин. Здесь немного душно. Мне очень нравится. Я была удивлена. Раньше я думала, что в мире существует всего три книги. Одна о кулинарии, одна о геологии, еще одна о ботанике. Я перечитывала их снова и снова, пока не выучил наизусть. Я была готова к большему, но не настолько. Быть окруженной таким количеством книг, будто бы обнаружить сотни других лун, которые просто прятались где-то еще в небе. В библиотеке Рапунцель находит книгу, частично написанную на незнакомом принцессе языке, под названием «Затерянная лагуна», и решает показать ее Кассандре. Ознакомившись с этим произведением, Кассандра подмечает, что книга написана на сапорийском языке, и рассказывает Рапунцель историю про то, как старая корона когда-то объединилась с сапорией в единое государство, и что сапорийским языком уже давно никто не пользуется. Также Кассандра советует обратиться за расшифровкой сапорийской части книги к местному кузнецу Ксавье, который увлекается историей короны. Кузнец рассказывает девушкам, что лагуна была священным местом для древних сапорийцев, где они проводили свои ритуалы, на вроде свадеб или похорон. Используя книгу и карты королевства, девушки находят лагуну, поскольку Кассандра хорошо разбирается в картографии. Но тут выясняется, что фрейли на принцессы не умеет плавать из-за психологической травмы детства, поскольку чуть не утонула в шестилетнем возрасте. Рапунцель учит Кассандру плавать. Позже девушки находят в воде драгоценные камни, а на стенах бухты обнаруживают сапорийские письмена, которые собираются расшифровать. Эти события очень сближают Рапунцель и Кассандру, после чего между ними состоялся следующий диалог. «Это место может быть ключом к вечной защите короны. Мы должны выяснить это до того, как это сделает кто-то другой. И я хочу научиться плавать. Это может стать моей новой тренировочной площадкой, если я собираюсь попасть в гвардию». Она побледнела. «Гвардию? Но ведь ты моя фрейлина!» сказала я, внимательно наблюдая за ее лицом. Она позволила своему молчанию говорить за нее, пока я не сообразила. «Ох, ты не хочешь ее быть? Я рождена защищать это королевство!» Я узнала ее взгляд. «Тогда я помогу тебе», сказала я, «потому что знала, каково это, когда мечта горит внутри, как свеча в безлунную ночь. Для того, чтобы стать принцессой, требовалось множество уроков. Но быть подругой я могла прямо сейчас. Я никому не скажу. Тебе нужно тренироваться. Я могу помочь. На самом деле есть один прием, который мне очень нужно выучить. Никто не мог его сделать уже сто лет. И если бы я смогла, мне было бы гарантированное место в королевской гвардии». «Что за прием?» спросила я. «Он называется крылатый зверь. Для него нужны два человека», сказала Кассандра. «Но это опасно. В смысле, по-настоящему жизненно опасно». «Я помогу тебе», твердо сказала я. «Ты уверена?» спросила она. «Определенно». «Хорошо», сказала Кассандра. Она кивнула, улыбнувшись впервые с тех пор, как я увидела ее в поле издалека. «Но теперь я должна научить тебе, какой вилкой есть вафлей и все такое. Давай пойдем, рапс». «Рапс», повторила я. «Мне понравилось». Это было коротко и точно, прямо как моя новая прическа. Но лучше всего было то, что это придумала Кассандра. «Конечно, Кэс», сказала я. «И мы прощаемся с нашей лагуной на сегодня». Дальше вкратце пересказываются события «Рапунцель. Дорога к мечте», но в этот раз от лица Рапунцель и Кассандры. А потом сюжет продолжается после серии «Откуда эти волосы». Во второй половине книги девушкам придется раскрыть сапарийский заговор и проверить свою дружбу на прочность. Ведь Кассандра очень расстроена, что Рапунцель рассказала всю Юджину про то, как Фрелли наводила принцессу к черным камням, из-за чего у Рапунцель вновь отросли волосы. Собственно, что хочется сказать по поводу этой книги. Тут я вижу, и самое главное верю, как Рапунцель и Кассандра подружились. К сожалению, как позже стал развиваться мультсериал, события «Затерянной лагуны» стали неканоничными. Тем не менее, какие-то идеи из этой книги создатели новой истории активно использовали. Например, в 14 серии второго сезона под названием «Рапунцель и Великое древо» или в 6 серии третьего сезона под названием «Начало». Но в самом мультсериале версия знакомства и дружбы Рапунцель и Кассандры показана так, что лучше бы ее не показывали вовсе. В книге я четко вижу, что девушки стали друг для друга, как родные сестры, на вроде братьев Сета и Ричи Гека, не самый удачный пример, тогда как Рик Далтон и Клифф Бут. Вот более удачная аналогия. А также из книги мы узнаем, как Рапунцель так хорошо научилась драться. Ведь она тренировалась вместе с Кассандрой. Тем более девушки создали собственный бойцовский клуб во всех смыслах. Разве что только мыло не варили. Если читать книгу внимательно и между строк, то можно узнать, что сапорийские сепаратисты вовсе не какие-то непонятные антагонисты с невнятными целями создания новой сапории непонятно для чего, а вполне себе имеющие цель революционеры. Ведь их насильно ассимилировала корона, лишив родного языка и культурного наследия, при этом отстранив сапорийскую аристократию от двора. Очень не хочется говорить про недостатки всего произведения, но они все же есть. Например, книга местами напоминает фанфик. Подчеркиваю, что только местами. Грешным делом я думал сначала на наших замечательных переводчиц Амалию Мун и Дору Хан, но выяснилось, что они ни при чем. Это просто так пишет сама Хоуэнд. Да и вообще, перевод максимально близок к оригинальному тексту, фактически без отсебятины. Если бы я переводил книги про Рапунцель или хуже того их писал, то мой текст выглядел бы, наверное, так. Готель, Рапунцель, я хочу задать тебе вопрос. Ты видишь у нас в башне табличку, где написано «можно мямлить»? Рапунцель, матушка, я не понимаю. Готель, тоном, не терпящим возражений. Ты видишь табличку «можно мямлить»? Рапунцель, нет, матушка, я не вижу. Готель, а знаешь, почему ты ее не видишь? Рапунцель, почему матушка? Готель, да потому что ее тут нет. Ты же знаешь, Рапунцель, я не люблю, когда ты мямлишь, вот почему. В общем и целом, у автора получилась замечательная книга, которую я могу рекомендовать к прочтению всем поклонникам Рапунцель и мультсериала про нее. А такие сюжетные нестыковки, как, например, то, что Кассандра не ладит со своим отцом, в отличие от мультсериала, и некоторые другие вещи, я могу списать на то, что книга писалась в период создания мультсериала, когда не все еще было понятно и четко прописано в плане персонажей и их взаимоотношений. Хочется пожелать многоуважаемым Амалии Мун и Дори Хан все же закончить перевод сего произведения и перевести остальные книги Рапунцель, недоступные на русском языке. Будем надеяться, что когда-нибудь обе книги Лейлы Хоулэнд все же будут выпущены официально в России. И, казалось бы, мы прошлись по всем основным произведениям, посвященным Диснейской Рапунцель. Но осталась одна интересная книга. Написал ее отечественный автор Константин Матвеевич Подгорный. Само произведение было опубликовано в 2012 году на сайте ЛитРС в электронном варианте, а в 2017 году эту книгу издало издательство Редера в бумажном виде. Судя по аннотации сего произведения, оно является вольной литературной предысторией оригинальной сказки «Братьев Гримм». Вероятно, многие знают сказку «Братьев Гримм» о Рапунцель длинноволосой девушке, заточенной в высокой башне. Только вряд ли многие знают, как это было на самом деле. В этой удивительно правдивой истории вам откроются сотни лет средневековой Европы, ее города, соборы и дворцы, где рождались короли и принцессы. Вы увидите, как оказывались слабы эти властители перед своей же верой и любовью, как велика может быть душа одного человека и сколько грехов она способна вынести. Эта чувственная история тысячу раз коснется вашего сердца, пока не откроет вам причину и истинную картину жизни Рапунцель, основанную на сказке и реальных событиях. Предлагаю сразу перейти к сюжету. Сам роман можно разделить условно на две части. Первая выполнена в стиле исторического любовного романа в духе книг об Анжелике от Анн и Сержа Галлон. Все начинается где-то в 12 веке. Девочка по имени Готель живет в цыганском таборе. Ее родители умерли во время эпидемии чумы в итальянском городе Туриния. И совсем маленькую Готель взяли на воспитание цыгане. С ними она путешествует по Франции, Италии и Германии. Когда Готель исполнилось 15 лет, она открыла в себе талант к шитью, сшив себе замечательное платье. Но не встретив понимания обитателей табора, девушка решает отправиться в славный город Париж. Добравшись до Парижа, Готель понимает, что этот город выглядит совсем не так, как она себе представляла. Однако тут она встречает сестру Элоизу, которая дает ей приют в монастыре Аржантей, где, прожив три года, Готель учится читать и совершенствует свое мастерство швеи. При помощи сестры Элоизы ей удается не только шить платье по заказу августейших особ Франции и Италии, но и стать частой гостьей при их дворах. На накопленные за это время деньги Готель открывает свою швейную мастерскую в Париже. Позже Готель выходит замуж за некого Климана Сенклера, с которым прожила много лет до самой его смерти. Но тут выясняется страшная для нее вещь. Готель не может иметь детей. Тем временем в Париже начинается возведение собора Нотр-Дам, на строительство которого она жертвует немалые средства. А также в свободное от основной работы время Готель носит еду и теплую одежду рабочим на стройку, за что они прозвали ее матушкой. За эти заслуги перед католической церковью ее награждают орденом Святого Гроба Господнего Иерусалимского. На старости лет Готель поселяется в Лионе, на границе Франции и Германии. В силу возраста и по состоянию здоровья она уже не может шить. И вот однажды в лесу Готель находит цветок, похожий на лилию. Случайно заснув около него, она просыпается утром и понимает, что помолодела. А вот с этого момента начинается вторая часть романа, выдержанная в стиле фэнтези и местами напоминающая фильм «Горец» с Кристофером Ламбертом и Шоном Коннери. В течение нескольких столетий Готель проживает множество жизней, притворяясь собственной дочерью. Пишет сама себе завещание или сопроводительные письма, как собственно делал Коннор Маклауд в фильме «Горец». И так из раза в раз путешествуя между Францией, Италией и Германией. Во время одного такого путешествия из Лиона в Турин Готель находит башню в небольшом ущелье где-то в Альпах. Преодолев последние ступени, Готель ступила в круглый зал, как видно, являющаяся главной комнатой, кухней и гостиной в одном лице. Правда, все вокруг было так давно заброшено, что под слоем пыли и паутины с трудом можно было отличить одежный шкаф от печи, а книги от тарелок. Цвет, наполняющий зал, поступал через витражное окно, которое, как и несколько других, было наглухо закрыто, отчего воздух здесь был тяжелым и сжатым. Осторожно переступая по полу, обходя книги и карты, разложенные повсюду, Готель подошла к большому окну и настиж открыла его ставни. Свод башни также имел окно, плотно закрытое, как и другие, предназначение которого ей было неведомо. Еще две двери вели в комнаты, в одной из которых находилась опочивальня, а в другой некое подобие библиотеки, с полками и столом, безжалостно заваленным бумагами. Справа от нее находилось витражное окно с треугольными цветными стеклышками. Оно не открывалось, но днем дарило залу свое неповторимое обаяние, поскольку после полудня солнце заглядывало исключительно через него и оставляло на стенах свои цветовые блики. Окно же, которое открывалось, находилось чуть дальше по стене и состояло из двух прочных створок, открытых с вечера и теперь пускающих солнечный свет на противоположную сторону, как раз туда, где была устроена кухня. За кухней же была дверь в библиотеку, а третья дверь в этот момент находилась по левую руку и открывалась на лестницу, ведущую вниз. Но то, что Готель так и не может познать прелести материнства, ее очень гнетет, и в конце книги у нее появляется Рапунцель, которую Готель растит как родную дочь. Дальше я не буду пересказывать сюжет книги, ибо считаю, что с ее произведения стоит того, чтобы с ним ознакомиться. Упомяну лишь моменты касательно внешности Готеля Рапунцель. Как вы помните, в самой первой части, посвященной оригинальной сказке братьев Грим, я неспроста заострил на этом внимание. Давайте же посмотрим, как Константин Матвеевич Подгорный описывает ту же Готель. Приблизившись к краю, она собрала на бок черные, как воронье, крыло волосы и опустила руку в бегущую воду. Но тут из-за своей повозки появилась Готель, с красным, как огонь, и тонком, струящимся по телу платье. В нем были и шитые складки, и декоративные вставки, и потайные швы, и каждая линия ее молодого стройного тела вдруг облеклась, доселе невидимой грацией и женственностью. И ее светлая кожа, нежная и чистая, и черные брови, надчеркнутые галочками над большими серыми глазами, которые она теперь опустила. Также Подгорный уделяет большое внимание к деталям. Например, из книги мы узнаем, откуда у Готель взяли золотые серьги, большое зеркало в башне или кинжал. А вот как у Подгорного описано Рапунцель. Малышка смотрела на нее большими удивленными зелеными глазами. Это была правда. Волосы девочки со временем становились все длиннее и краше. Их цвет был подобен солнечным лучам, а пряди легки и почти неосезаемые. Был лишь один предмет, который давал такие же ощущения, а именно цветок, подаривший Готель это любопытное дитя. Интересно, у автора описаны и взаимоотношения Готель и Рапунцель. Рапунцель улыбнулась сама себе Готель и погладила девочку по волосам. Я похожа на принцессу? Спрашивала она. Да, мой цветочек, отвечала Готель, вплетая ей волосы в лиловую ленту. Ты самая настоящая принцесса. Иди спать, дорогая, взглянув на девочку, перебила ее Готель. Да, мамочка, ответила та, исчезла за дверями и появилась снова. Прости меня, пожалуйста. Я правда очень люблю тебя. Я знаю, я тоже тебя люблю, дитя, ответила Готель. Вот какое у сего романа предисловие. После трехсот лет на бренной земле вполне можно отличить чудо от спасательно мерцающей свечи на краю леса. Да и что такое свечи по сравнению с океаном жизни, которым светились ее глаза. Я видела этот свет в каждом ее шаге и каждом движении, в каждом ее слове. Я даже чувствовала, как она растекается по моему телу. Я знала, что он изменит меня, сделает меня сильнее и увереннее в себе. Но я никогда не предполагала, что этот свет сделает меня лучше. Ничего не напоминает, вот мне очень. Я Дункан Маклаут, родился 400 лет назад в горах Шотландии. Я один из бессмертных. Веками мы ждали времени сбора, когда под ударами мечей падут головы и зальется животворная сила. В конце останется только один. Как мы с вами уже могли убедиться, автор заимствует много элементов из мультфильма Рапунцель Запутанная история. Но вместе с тем это именно вдохновленная анимационным шедевром студии имени Диснея произведения. Да, у подгорного Рапунцель тоже принцесса, родившаяся при помощи целительной силы волшебного цветка. Однако здешняя ее версия никакими магическими силами не обладает. Да и зовут ее совсем по-другому. А Рапунцель всего лишь прозвище, которое дала ей Готель. Действие романа происходит не в сказочном королевстве Корона, а вполне себе реальных средневековых Германии, Франции и Италии. Есть в этой книге куча реально существующих исторических персонажей вроде Мориса де Сюли или Марии Анжуйской. Да и концовка всего произведения абсолютно другая, нежели была в мультфильме. А волшебному цветку не надо петь никаких песен, тут он работает немного по-другому. От себя лично хочу выразить благодарность автору, ибо в отличие от Сирены Валентина и ее истории Старой Ведьмы, Подгорный сумел показать неоднозначность Готель как персонажа. Как и любое произведение, матушка Готель содержит ряд недоработок. Где-то автор перегнул, где-то не дожал, а где-то есть очень спорные места, но, по моему скромному мнению, в романе таких мест мало. Ричард, что у тебя с головой? Мне надо объяснение. Со мной все нормально, брат. И вот теперь, когда мы прошлись уже, казалось бы, по всем книгам Рапунцель, хочу обратить ваше внимание на тему фанфиков. Помнится, в седьмом выпуске читальной избы, посвященной смертельной битве, мы уже затрагивали это явление. Изучая фанфики по диснеевской Рапунцель, я нашел только одну знаковую с моей точки зрения работу Onward to the Dark Kingdom за авторством Мишель Журали. В большинстве фанфиков по этому фандому я натыкался на явно интересные работы с замечательными идеями, но, как по мне, авторы сильно перебарщивали с разными вещами и их уносило куда-то не в ту сторону. Касалось это и русскоязычных работ, и иностранных переведенных на русский язык. Onward to the Dark Kingdom, напротив, максимально близок в духу оригинального мультсериала Рапунцель Новая История. Сама работа представляет из себя альтернативную версию событий второго сезона, в котором Рапунцель и ее друзья отправляются в экспедицию за пределы Королевства Корона по следам из черных камней. Только вместо коротышки с нашими героями едет Вериан, как специалист по черным камням. Едет он явно не по своей воле, особенно учитывая, каких дел он натворил в первом сезоне. И, разумеется, поначалу не горит желанием сотрудничать с принцессой. Потому для того, чтобы его стеречь, с Рапунцель, Юджином и Кассандрой в поход отправляются Ланс и Ногокрюк, а вовсе не из-за того, что вместе веселее. Принцесса и ее фрейлина все пытаются склонить Вериана к добровольному сотрудничеству. В определенный момент у алхимика появляется точка невозврата, где он должен выбрать, на чьей он стороне. Кассандра и Рапунцель не стали вдаваться в подробности, объясняя Лансу и Ногокрюку, каким образом они оказались обездвиженными. Единственное, что они попытались донести до них, Вериан не нападал и не преследовал цели сделать что-то плохое. Ланс с Ногокрюком охотно в это поверили. Их вообще оказалось легко убедить, что действительно не произошло чего бы то ни было заслуживающего внимания. Они с радостью отправились досматривать сны, удовлетворившись нескладными объяснениями. В данный момент работа находится в стадии написания и готова 13 глав. Некоторые эпизоды повторяют события второго сезона Рапунцель новая история с рядом отличий. Есть и оригинальные авторские персонажи, хорошо вписывающиеся в концепцию мультсериала. Например, Джек Килька. По дороге к месту стоянки Джек следовал весьма бодро, ни на шаг не отходя от Рапунцель и ссоря вопросами. Более всего его занимали ее волосы. Он никак не переставал расспрашивать про них и то и дело норовил их потрогать. Это надо же отрастить такую шевелюру, изумился он. Что ты для этого делаешь? Моешь их репейным шампунем? Я слышал, что это очень эффективное средство, но не заметил, чтобы он действительно помогал. Он запустил пальцы в свои редкие волосы и удрученно вздохнул. Наверное, такую косу можно было бы состричь и дорого продать. Очень хочется пожелать многоуважаемой Мишель Журали все же закончить Onward to the Dark Kingdom. Тем более, что для этого выпуска читальной избы она нарисовала замечательный арт на мою идею с персонажами из мультсериала под названием Бесславная Рапунцель в духе постера знаменитого фильма Квентина Тарантино. А что самое главное, впервые в рамках нашей передачи мы имеем удовольствие побеседовать лично с автором по поводу ее произведения. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в рамках читальной избыль совершенно уникальный эксперимент. То есть мы можем взять удерживление по тресному самого автора произведения. Пожалуйста, представьтесь. Зовут меня Мария Желобкова. Мой творческий псевдоним Мишель Желобец, которым я практикуюсь своими произведениями. Так. И тогда следующее вопрос. Вы обычно пишите авторские произведения насколько я могу судить по вашим работам. И единственное произведение, которое вы решили писать по мотивам тематики нашей передачи это связано с диснеевской рахункой. Можете мне объяснить почему вы решили его написать именно конкретно полотенцем качать судьба Кассандра. Собственно как он называется и почему такое название? Ну получилось на самом деле все довольно спонтанно. Потому что среди моих знакомых есть люди которым нравится этот сериал, но все остались не только до концов. И к счастью я неудовлетворена тем, как показана судьба Кассандра. И моя цель была показать эту линию этого персонажа но на основе этого не родилась еще идея как расстрелить персонажа Вериана. и решила в качестве эксперимента написать альтернативное различие этого сюжета так как это вижу я. Название 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 Саундрека второго сезона по факту оно рабочее. Ну то есть я до конца его не продумывала оно как рабочее может оставлю может быть еще а если сейчас не альтернативное событие такого сезона то планируете написать в дальнейшем альтернативу третьего сезона да планируем но скорее всего будет совсем отдалена события сериала то есть если во второй части еще как-то просвеживается в соответствии некоторым событиям сериала то третьего это мало позже но я когда пишу эту работу у меня очень важен такой пункт чтобы не было так называемого ос чтобы персонажи были похожи на себя оригинально и не были заявлены в первом сезоне при этом сезоне в сериале я не знаю почему диаметрально противоположное они применялись я не понимаю почему но именно этот факт потом меня наставил писать свою версию потому что ну хотелось как-то как сказать реабилитировать этого персонажа потому что да первое что его смели так я хотел бы поговорить про наши кардинальные персонажи потому что для основных произведения создана придумывали как минимум нескольких героев пока так скажем появляемся о том что они вполне в концепте здрава писал поэтому что вы с одной не можете рассказать ну вообще это связано во многом с тем что мне еще не понравилась как раскрыта тема братства то есть что это перспективная линия которую создатели стали расставать почему королевство так что представлено буквально четырьмя людьми что с ними стало ну хотелось вот как-то эту идею тоже расширить ну некоторые персонажи там они просто как проходные но они нужны для того чтобы развивать сюжет и я конечно старалась сделать максимально харизматичным чтобы они органично смотрелись потому что мне кажется что даже если создаешь к слову промежуточного сонежа он не должен быть картонным потому что за ним остается какая-то своя история ну и соответственно у нас такой вопрос то есть в ваших пониманиях есть еще свои собственные аркишки произведения да можете пару слов сказать с чего началась так скажем от писателя как писателя соответственно как вы сами оцениваете свои произведения и соответственно лиц его показал что их будет вполне великий ну я не буду лукавить говоря про свои произведения очень интересно писательство проснулся еще наверное писать не у меня буквы первое такое ну реально полноценное произведение я написала в 13 лет потому что оно было написано детским языком но это была книга уже с началом с концом с продуманным сюжетом и вот даже в 13 лет этого дошло сейчас я больше описываю в жанре фиреализм и с элементами фэнтами основная ну для их мотив вообще главного творчества показал раскрытие темы дружбы не еще от того чтобы эти произведения были опубликованы может быть когда-нибудь потом но чтобы это случилось нужно конечно работать писательским навыкам и скорее всего работать все когда-нибудь потом а какие писатели повлияли на вас больше всего ну вообще первый писатель который вот меня сподлиг писать как ни странно это была Джон Роуна со своим гарри-болтером это еще было в мои 13 лет но еще один из авторов который оказал на меня сильное воздействие это Жильвера и все его приключенческие романы и что можно сказать нашим зрителям и соответственно мы обращаем другого мы не должны быть что я могу сказать читать что буду больше не 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 что хочется сказать в заключении этот выпуск дался мне очень нелегко постоянно находилось много разного материала и из-за этого приходилось кое-что переделывать и переписывать снова на изготовление этого видео ушло почти 4 месяца я так до конца и не уверен что охватил все произведения про диснеевскую Рапунцель на русском языке однозначно за бортом этого выпуска остались некоторые комиксы и возможно некоторые рассказы ведь большинство рассказов о принцессе Рапунцель как у нас в стране так и за рубежом печатались в составе сборников диснеевских принцесс надеюсь вам было интересно и конечно я не могу не выразить благодарность людям без которых этот выпуск выглядел бы совсем по-другому в первую очередь Андрею Александровичу Тарасову за материалы по оригинальной сказке братьев грим и чтение фрагментов рок-ведьми Ина за чтение фрагментов официальных книг про диснеевскую Рапунцель Амалия Мун и Дори Хан за перевод книги Лейлы Хоулэнд Рапунцель и Затерянная Лагуна Киру Андрееву за интерес к данному проекту и публикацию в группе Рапунцель Новая История Мишель Журали за интервью, арт и свое произведение Onward to the Dark Kingdom и конечно всем музыкантам чью музыку я использовал в этом видео но особенно хочется отметить Скотобориста и Елену Старскрим а также спасибо всем тем кто меня поддерживал все эти месяцы Старина Дач Владимир Спартак Станислав Зелинский Артур Викорчук Нарвара Денисова и Виктория Гришанова до новых встреч друзья всех с Рождеством и наступающим Новым Годом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok